Привет-привет! Добро пожаловать на портал видеоуроков LoftBlog. Говорит и показывает Юлия Герштейн, преподаватель английского, и Frontend Junior по совместительству. Вы смотрите серию уроков под названием «Английский для программистов», и, как было заявлено в предыдущих уроках, сегодня мы с вами будем учиться читать технические тексты. Причем это могут быть как технические статьи, так и какая-то документация техники, которые я покажу, равноприменимы к обоим видам такой вот информации. Нам сегодня предстоит несколько вещей. Я предлагаю освежить некоторые понятия и знания из школьной грамматики. Надеюсь, будет не очень нудно, а точнее даже очень весело. Рекомендую вам потратить эти 14 минут вашей жизни на какие-то воспоминания о том, что в английском, к чему, потому что это поможет вам в дальнейшем гораздо быстрее ориентироваться в этом огромнейшем океане текстовых знаний, который постоянно, постоянно, постоянно пополняется. Ничего не бойтесь и поехали! А что же нам понадобится с вами для нашего сегодняшнего классного урока? А для нашего сегодняшнего урока нам понадобится ничего, точнее, только одна техническая статья, которую вы можете выбрать на свое усмотрение. Это может быть все, что угодно, да даже какой-то отрывок из документации, а если честно, даже какой-нибудь фрагмент из Винни-Пуха. Правда, это никак не продвинет ваш IT английский. Ну ладно, ладно, хорошо, шутка была не очень смешная. Итак, я покопалась у себя в рассылке и обнаружила нечто вроде вот такой вот штуки. JavaScript Weekly, выпуск 346. И на первый взгляд мне понравилась именно вот эта вот статья с таким вот немножечко неприличным названием, не будем переводить ее полностью, но я думаю, каждый догадается, что значит буковки WTF. Итак, напоминаю, для того, чтобы полностью сформировать представление о том, как приводится эта статья, рекомендую вам пользоваться своим методом по прослушиванию, потом по просматриванию слова в Google картинках и по расширению его значения с помощью словаря. Я надеюсь, что вы не забываете про этот метод и постоянно им пользуетесь, а если нет, take your chance, please do. Итак, допустим, вы воспользовались этим методом и уже поняли, что статья будет называться так. Список смешных и необычных примеров использования кода. Давайте кликнем на эту статью, а далее я вам скажу, что с ней надо будет делать. Интересно, сколько дизлайков вы мне поставите, если я попрошу вас вспомнить, что такое подлежащее исказуемое. Друзья мои, если вы уже знаете, что такое подлежащее исказуемое, и можете с легкостью найти вот в этом вот кусочке текста эти две части речи, где одна следует за другой, то, пожалуйста, модните это видео вперед и переходите на следующий уровень. Если же вы хотите узнать, что такое подлежащее исказуемое и где они находятся в этом тексте, и самое главное, зачем это нам нужно, то оставайтесь и продолжайте смотреть. Потому что это именно те якоря, которые помогут нам в дальнейшем с легкостью разбираться с любыми текстами. Итак, давайте сделаем так. Попробуйте сами разобраться и погуглить в интернете, что же такое подлежащее и что же такое исказуемое. А я, когда вы это сделаете, постараюсь объяснить это своими словами. Итак, допустим, вы уже поняли, что подлежащее исказуемое – это хлеб и соль любого языка. Подлежащее может быть выражено как местоимением, так и существительным. Существительным, отвечающим на вопрос, что и местоимением, отвечающим на вопрос, кто. Самое главное, что на каждое подлежащее приходится свое сказуемое. Сказуемое – это всегда глагол. Что нам нужно знать для этого упражнения, а точнее для его успешного выполнения – это то, что в утвердительном английском предложении подлежащее и сказуемое – это как два друга, которые вечно ходят за ручки. Причем подлежащее всегда идет первым и тащит за собой своего второго друга под названием глагол. Итак, допустим, мы знаем, что такое подлежащее и сказуемое. Давайте попробуем разобрать первое предложение. JavaScript is a great language. Итак, вы воспользовались моим методом, который, собственно, просвечивает словно рентген. Каждое слово насквозь и заставляет вас его намертво запомнить на всю жизнь. Таким образом, значение каждого слова переводить уже не нужно, вы это знаете. Осталось только слепить все эти слова воедино. Таким образом, давайте попробуем найти вот в этом предложении подлежащее. Подлежащее – это местоимение или существительное, отвечающее соответственно на вопрос «кто» или «что». Естественно, подлежащим здесь будет являться «что» – JavaScript, потому что отвечает на вопрос «что». Глаголом в данном случае является форма глагола to be – is, которая стоит здесь потому, что JavaScript можно заменить на местоимение вида it. А рядышком с it форма to be всегда будет приобретать вот такой вот вид – it is. Итак, JavaScript подлежащее и сказуемое. Давайте разберем второе предложение. Где же здесь подлежащее и сказуемое? Да по аналогии с первым предложением вот – it – подлежащее, выраженное местоимением, отвечающим на вопрос «кто». Has – это сказуемое, выраженное глаголом. Итак, здесь мы видим подлежащее JavaScript и сказуемое is, здесь мы видим подлежащее it и сказуемое has. Переведя это все, мы можем слепить слова в единый цельный смысл. JavaScript – это он имеет. Давайте продолжим. At the same time, we all know that JavaScript is quite a funny language with tricky parts. Итак, кто – мы, подлежащее, выраженное местоимением, отвечающим на вопрос «кто». No – сказуемое, выраженное глаголом. Итак, это первая пара наших неразлучных друзей. Вторая пара неразлучных друзей следует вот прямо за ними, за союзом «кто». JavaScript – это подлежащее, выраженное существительным, отвечающим на вопрос «кто». А is, соответственно, точно такая же частичка, to be, просто принимающая форму is рядышком со словом, которое можно заменить на местоимение it. JavaScript – it. Итак, давайте посмотрим, что мы имеем. Когда мы видим подлежащее и сказуемое, подлежащее и сказуемое, подлежащее и сказуемое, подлежащее и сказуемое, то мы одновременно с вами понимаем, что в общем целом из себя представляет предложение. Итак, если раньше мы с вами пытались искать хотя бы какие-то знакомые слова или пытались перевести все слова для того, чтобы потом как-то слепить эти слова воедино и догадаться по общему смыслу, сейчас все, что вам нужно будет делать, это искать, прослушивать и просматривать значения в словаре только подлежащих и только сказуемых, потому что их будет достаточно для того, чтобы понять и сформировать общее представление, о чем же говорится в этом предложении. Итак, если вы чувствуете, что все понятно, переходите на следующий уровень. Если нет, найдите как можно больше пар, подлежащее и сказуемое, подлежащее и сказуемое, как в этом фрагменте, так и во фрагментах ниже. Я жду вас на следующем уровне. Ю-ху! Я поздравляю вас с тем, что вы перешли, успешно перешли на следующий уровень. И я надеюсь, что вы на этой статье, по крайней мере, натренировали свой навык по поиску вот этих вот смысловых пар. Если нет, тренируйтесь, тренируйтесь. Это, кстати, и мышечное упражнение тоже, потому что чем больше вы читаете и стараетесь выхватывать из текста, подлежащее и сказуемое, тем лучше тренируется ваша глазная мышца. И в конце концов у вас это начинает получаться подсознательно. На этом уровне нас ждет знакомство со следующей частью речи, которая называется дополнение. Дополнение выглядит вот так, и оно всегда следует за нашими дружками, за нашей неуемной парочкой, подлежащее и сказуемое. Либо может стоять впереди нее. То есть, как вы понимаете, сама по себе парочка, она неразрывна, она неразбиваема, она монолитна. А дополнение, как правило, в 90% случаев стоит в конце, после этой самой парочки. Итак, давайте посмотрим, что же такое дополнение. Дополнение – это часть речи, которая отвечает на такой вопрос, как «что?» или «где?» или «когда?». В нашем кусочке текста дополнение будет отвечать в основном на вопрос «что?». Еще раз обращаю ваше внимание на то, что оно здесь всегда будет стоять после пары, подлежащее и сказуемое. Давайте попробуем вместе понаходить дополнение, ну, уже на примере второго предложения. It has a simple syntax, large ecosystem, and what is most important – a great community. Итак, it has – понятно, а далее как раз-таки идет «что?». Что – это была подсказка, потому что как раз-таки дополнение отвечает на вопрос «что?». Далее у нас идет слово «syntaxes», да, «syntax». It has a simple syntax – он имеет какой-то там, ну, я думаю, вы догадываетесь, что простой, «syntaxes». Далее мы как бы рисуем ментальные стрелочки от глагола к дополнению. It has what – ecosystem – он имеет «что?» – экосистему. It has what – a great community, да, то есть мы нарисовали ментальные стрелочки от глагола к этим самым дополнениям. Итак, попробуем дальше найти дополнения в других предложениях. At the same time, we all know that JavaScript is quite a funny language with tricky parts. Что же интересного в этом предложении? Да то, что здесь есть несколько дополнений. Итак, давайте обратим внимание на смысловую пару JavaScript is. JavaScript is what – a language. A language with what – with parts. Таким образом мы видим, что в этом предложении есть несколько дополнений. И все они отвечают на вопрос, что? JavaScript – язык с какими-то там частями, да. Далее. Some of them can quickly turn our everyday job into hell. Итак, some of them – подлежащее, can – сказуемое. Can do what – turn our everyday job into hell. Видите, здесь есть еще один глагольчик. И поэтому мы будем задавать вопрос к дополнению именно от него. Чувствуете, что между дополнением и глаголом есть какая-то своя особая, очень интимная связь. Да, от глагола ставится вопрос к дополнению именно от него. Turn our job into what? Turn what? Да, видите, одни сплошные дополнения. То есть, смысл этого упражнения заключался в том, чтобы расширить как бы ваш фокус зрения, да. И нас научить вас видеть не только пару подлежащее и сказуемое, но и также, скажем так, расширить ее вот таким вот дружком по имени дополнения. Ваша задача на сейчас будет найти вот в этом кусочке текста как можно больше дополнений. Я хочу обратить ваше внимание на то, что дополнение является третьим шагом. То есть, как только вы видите текст и вы хотите понять, что в нем написано, начинаете его переводить именно с подлежащего и сказуемого, а расширяете понимание уже дополнения. Как только возникает более конкретный вопрос, а каким конкретно дополнением, вы уже залезаете в такую вещь, как прилагательное, да. В данном случае это слово great, отвечающее на вопрос, какой, какой язык, великолепный. И уже ищите его. То есть, мы идем от простого к сложному. Чем больше слов мы находим, тем больше, соответственно, расширяем понимание того, о чем речь. На порядок вашего пути именно таков. Подлежащее сказуемое, дополнение и лишь на последнем месте прилагательное. Ну что же, я надеюсь, этот урок показался вам в достаточной степени полезным. Делитесь своими мнениями, своими впечатлениями под этим видео. А это был LoftBlog. Надеюсь, что увижу вас в следующих уроках. Пока!